Продолжение следует... 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 как то есть и когда все общество но это регистрации но шли одновременно падение амурского козачьего ворка я прошу не путать это пробегает слово казах бывает не своем вот здание а нашего из кого это не просто потому что учитывая что там вы это практически это очень рада подтвердила что и восстановила историческую справедливость в том что наша именно наша немощная земля исконно была есть и будет именно амурского казачьего потому что именно амурские казаки свое время прибытия амурского открывали были первопроходцами открывательными наших земель где мы сейчас берем это в принципе всегда были задачами земли правильно вот далее в соответствии с нашими целями и задачами в плане перспективного развития нашего общества а также среди необходимости обретения финансо-материальной независимости посредством выхода на принципы самой крупной управлению строят целый ряд специально значимых пакетов реализации которых будет способствовать созданию новых товарищес мест качественно новых скажем так ранее это будет неизвестно для николайцев таково производ качественного улучшения водорососприятия членов нашего общества и членов семьи это целорядки посылок взрослым материалом составляющего общества в целом на кашу и членов владельцев но опять же тут все зависит как бы не то что вот мы такие красивые появились а сети ядкой мы думаем что что мама и невеста это когда что нам пойдет а мы пойдем эфиром по физике это самое только это сообща при активном и причем ответственном отношении к делу а к общему делу и работе на единый результат мы уточним все блага вполне реально это все получить и иметь этим пользоваться и вполне достойно как это жить мне очень хочется чтобы в нашей как бы скажем так ряды и и и которые не безразлично будущее нашего района города нашей земли потому что вы сами знаете что особо население огромное молодежь не то что она уезжает она бежит оттуда потому что перспективы по факту получать нет никакой вот вот правильно говорите и вот мы исходим именно из этого чтобы все это постараться что-то возродить что-то предложить новое на ваше рассмотрение и мы рассчитываем на вашу активную помощь от действий и поддержки и главная часть конечно вот ну а непосредственно по прочим проектам вам скажут мои помощники следующий согласно регламенту следующий у нас идет доклад помощник атамана по делу Натальи да хорошо ну ну как сказал ну как сказал организовала сообщество да она потому что везде есть проволок да и в том числе и юридические вопросы решали потому что это не просто честно скажу создать такое общество на сегодняшний день хотя у нас в правительстве это все приветствуется ну они понимают что если родевое сообщество значит будут раздаться задачи идеи и нужно будет помогать этому обществу эти идеи две одни робот да вот этот период времени когда рождалось общество мы уже не сидели да мы конкретно проводили работу работа была проведена огромная поверьте мне на уровне правительства края и на уровне министерства мы выходили во все входили во все кабинеты которые в принципе нам нужны будут для дальнейшей работы что мы сделали потому что сегодня раз мы собрали единственный минус нас очень пока мало и хотелось бы видеть больше людей и молодых инициативных и у которых есть специальности на сегодняшний день и люди не востребованы они сейчас нужны этому обществу понимаете потому что работы очень много реальная работа значит первое что мы создали и решили что нам нужна все таки казачья станица именно здесь на дальнем востоке этот вопрос стал остро для нас почему потому что казачество всегда жило обособлено и вело свое хозяйство да и как говорится жило тем что выращивали что имели на земле пахали и работали это казаки настоящие родовые люди которые жили всегда именно по таким принципам а о выборе станицы стал вопрос села Гырма это непосредственно недалеко от Мага вот мы проехали посмотрели земли нам в принципе там все понравилось там на сегодняшний день неотвоенные территории и эти территории мы попадаем в программу торс развития города Николаевского моря на сегодняшний день поэтому эта территория идеальна для создания нашей казачьей станицы и для работы тем тем кто будет жить в этой станице в этой станице может жить каждый из вас поверьте мне каждый из вас кто захочет жить там трудиться и работать на благо собственно и на благо общества вы можете там потерять что для этого нужно ну мы сделали какую работу мы написали проект с этим проектом мы вышли на министерство внутренней политики и соответственно мы вышли на министерство финансов огласили этот проект в Хабаровске его приняли на ура поверьте потому что мы в этом плане первопроходцы да и мы озвучили цели и задачи этого проекта а цели и задачи этого проекта это Это строительство тепличного комплекса, строительство свинофермы, строительство ветосерабатывающего комплекса, строительство хлебопекарни, строительство молочной фермы. То есть это все будет в комплексе, это большой, огромный комплекс. Плюс это не просто саница будет, это будет саница с этническим уклоном. То есть это будет показано в Казаках, будут построены 30 домов по проекту, где будут проживать в Казахстане. Возможно, приедут переселенцы, люди, которые на сегодняшний день молодые семьи испытывают бедствия, например, в районах Донбасса, и они приедут, они готовы уже приехать сюда и работать, они потому что и там еще тяжелее, чем нам здесь на самом деле. Потому что идет война на Украине, людей притесняют, и люди гибнут. Дальше, что у нас здесь? В этой станице еще планируется запустить мини-гостиницу, у нас драпун, детский городок, средний разборный бассейн, спортивную площадку, магазин, мини-рынок, гостевую площадку, мини-подром. Это все планируется сделать вот в этом большом комплексе. Вчера мы встречались с главой города, и тоже ему показали проект, район Леонова, и показывали ему этот проект, он в восторге, конечно, и Коржов пригласил специалистов, они уже к нам подключились в работу, потому что здесь будут задействованы многие программы социальные, и гранты, и тендеры, и так далее, и так далее, и так далее. С чего начнется эта станица? Она начнется с земли, которые будут брать все желающие. Это гектары. Вот, на сегодняшний день, если мы берем гектары, мы, естественно, попадаем в программу, опережающую развитие, тем самым создаем площадку под развитие этой станицы. Соответственно, эти объекты будут достраиваться именно там. Дальше второе направление, которое было уже проделано у нас здесь, в городе Николаевске на Амуре, мы взяли на себя туристическое направление, потому что у нас нет, что показать в принципе в городе, у нас есть куда людей свозить. Мы встречались, заключили договор со сферой ДВС и работаем в этом направлении сейчас в туристическом. На основании этого подбираем участок земли сейчас на рассмотрение того, чтобы там установить гостиничный комплекс для туристов, плюс к нему пристроить тепличный комплекс, плюс к нему пристроить еще мини-страунсильную ферму, как экзотическая, и все это отнести астроном в казачьем стиле. Это примерно сейчас район, ну, скажем, туда вот дальше, там получается нам могут дать участки земли. Потому что у нас в городе, в принципе, земля берется очень активно, несмотря ни на что, люди берут активно очень гектары, используют их. Дальше, получается, у нас еще планируется создание своего завода по изготовлению газа и бетона, потому что нам надо будет строиться, нам нужны свои материалы, а так как мы оторваны, да, далеко очень от всех городов, где это приобретается, соответственно, мы будем это создавать. Дальше, строительство лесопилки, соответственно, да, сейчас прорабатывается вопрос, у нас заехала крупная лесоперерабатывающая компания, район МАГА, они готовы нам содействовать в строительстве вот этого объекта, это уже большой плюс. Плюс на сегодняшний день нам просто люди отдают базы, сейчас вот базу отдают на безобменной основе, чтобы мы до ней открывали свиноферму. То есть вот этот объем такой работы, он был проделан, можно сказать, до еще рождения нашего общества, то есть мы не сидели, мы там интересно трудились, работали, прорабатывали все вопросы. Что касаемо села Красном, то у Красном планируется построить конюшни, и там будут, завезутся заводные лошади, и возможно там как раз вот человек, который у нас умеет этим заниматься, он займется обучением детей верховой льды и так далее, и так далее, и так далее. Это только часть проектов, которые есть, они у нас, понимаете, они у нас есть, и пьяк, и наплывают. Начнем, конечно, с малого, и первое, это звено, это Герман, это Герман. И с Демейном мы уже эти участки выделили, мы уже знаем, сколько можно будет взять там с земли на сегодняшний день. Но еще раз говорю, все зависит от вашего желания и участия. Если вы принимаете это участие и входите туда, ради бога, над этим нужно вам подумать прям, ну вот конкретно, потому что сейчас собирается полный пакет документов на открытие вот этих участков. Поэтому нужно будет сейчас уже вам с тем подумать, конкретно, что вы хотите. Именно там для себя, потому что если вы входите в наше общество, вы имеете полное право быть и участвовать вот в этих всех практиках. Ну вот, собственно говоря, пока и все по вот этим вопросам. Вопросы ко мне там, вредно, есть у кого-то? Есть. Да, давайте. Выслушав. Вот, для того, конечно, в проекте очень много говорится, ну, о социальном, да, о хозяйственной деятельности. Но не говорится о духовных составляющих. Вот. Мы чуть-чуть упустим. На Герман будет закладываться строительство церкви. Церкви это первая очередь. Простите, батюшка, ушла, увлеклась своими прессами, да. И освещением. И освещением. И если строительство, ну, храма или там часовни вы планируете, то нужно, и если вы будете заезжать туда население, я так понимаю, да, в дальнейшем проекте, то нужно построить, ну, помимо этого, строительство, ну, и все вложить в такой обучающий класс. Обязательно. Обязательно, да, да, там все это у нас, ну, не по-моему. У нас, да, у нас это застрапезное такое, чтобы после все-таки... Все-таки казаки, это вера православная, да, и поэтому это очень составляющая такая, что ее упускать на какой-нибудь точке нельзя. Мы старичьи, в истории, мы знаем, что, ну, всегда, когда приезжали даже поселенцы, да, поселенцы, да, поселенцы, сначала строили, сейчас, а потом все лук. Ну, вот так вот, мое пожелание. Да, мы просто пожелание учим, учим за учтем, и мы тогда разрабатывали, в принципе, у нас ставился вопрос о начало строительства отцессии, да, и Денис еще приглашил, что вы приглашаете? Ну, еще есть у нас такая возможность приглашать туда муж казаков, именно этнических казаков, казаков по-национальности, это Ферик, Дон, Кубань, уже все заинтересованы, очень много лиц, они сидят на это, там, и ждут наших, начало наших действий, чтобы они уже могли сниматься и приезжать сюда, вот, потому что их привлекает перво-наперво наша изолированность, ну, большой земли, вот, и они понимают, что, здесь они могут именно развиваться, именно как община, это самое, и очень много, допустим, у нас есть казаков, старообрядцев, которые тоже готовы сюда переехать и тоже создавать станицу здесь, ну, соответственно, получается, допустим, вот, новая православная церковь и старая православная церковь, которые будут взаимодействовать, как они будут это, честно говоря, ну, я надеюсь, что будет все, слава богу, вот. Готовы переезжать сюда, готовы, сидят, ждут, так сказать. И в концепте вы предлагали стоящего поставить? А, что касается, что касается класса, предложение было, вообще, казаков, у них разделение, они требуют, чтобы один учились девочки, один учились мальчики, делали каркута, допустим, для девочки, один или для нас, недопустимо, чтобы мальчики учились девочки, не было, такая вот эта сама, потому что это очень многие и нарушаются представления, отношения, психологические какие-то моменты, и даже слава начинают уже со школьной стены, просто с этой стороны. Еще будут у кого-то вопросы, может быть, уже какие-то воздействия. Вот, трижда, письмо, сюда, а принадлежности казарм и домов, в большей части казака. И как это, куда? А куда пришли? Где нету? Что за это? Что за это? Что за это? Там письмо о том, что сдавали запрос на эту столу. Николаевские отказали после того, как прошел вновь? Я пояснил. Просто вопрос был следующим. Это мы инициировали запрос в Департаменте отношений и Минобороны по объекту недвиженности территории Украины. Поскольку у нас юридический адрес указан по домашнему адресу одни с удовольствием, ему и пришло, мы забрали так, а ему продублировали на домашнему адресу. Смысл этого вопроса был в том, чтобы вот эту территорию воинской части, находящимися, оставшимися, что-то еще есть, что еще можно спросить, поскольку, допустим, здание казармы, которое тут красное, вы знаете, оно в 900-го года постройки, оно лежит за памятником истории. И все прекрасно видели, во что его превращают. Еще немножко, и там просто не будет. А вот казарму разобрали, уничтожили, и просто уничтожили. И второе, ожидается, что такое будет. Чтобы этого не случилось, мы обратились, чтобы прояснить эту ситуацию, в Министерство обороны по вопросу, на чем балансе находится в данной территории, в данной строении. Мы получили ответ, по итогам которого получается, что Министерство обороны в свое время не стреляло передачу вот этого всего имущества, недвижимого, это самое, муниципалитету. А муниципалитет на тот момент отказался его принимать. По состоянию, по определению заключения, в свою очередь, Минобороны подал на Николаевский муниципальный район арбитратный суд и выиграл этот суд. Здесь у нас есть решение этого самого арбитратного суда, которое обязывает Николаевский муниципалитет принять с ними на баланс данные обидчивые движения. Буквально вчера мы с Леоном Антоновичем общались, и поэтому вопрос в том числе и в принципе, как бы там особых препятствий нет. Они нам в общем-то, в общем и целом, как бы, ну, при урегулировании формальности, они нам его передадут. Так, напоминаю всем, что право голову, голоса дает киса улиц. Просто мы, еще у нас традиции, все это не оттелок, хорошо в головах. Мы тут первого собираемся, первое. Некоторые вещи можно глаза закрыть, но прежде чем взять голос, человек должен поднять папаху и руку. И сауле обращает на это внимание, чтобы дать голос. Всем здесь, за всем я наблюдаю внимательно, никого не пропущу. Никто, когда человек говорит, все молчат, слушают его. Если кто-то что-то хочет сказать, поднимает руку, я ему даю голос, право голоса, и он, да, заступает. Тогда по докладу по станице Герман и по всей экономической политике нам надо проголосовать. Мы принимаем то, что нам здесь предлагает наше правление. То есть Гектар, все, что он докладывает, Герман, там у нас еще, получается, за теплицей. В общем, все, 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 мы голосуем за это. Поэтому, кто за, прошу поднять руки. Против есть? Люба. Люба. Решение принято. Значит, мы проголосовали за то, что мы открываем станицу Герман, и весь коммунический блок, который был предложен здесь, мы берем для руководства. Идем к этому пути. Сейчас следующий у нас идет по докладу кышевой. Он должен начитаться. Прошу. Да. У нас была проведена большая работа. В первом раз в вас призвали. Ну, первое, что было у меня встречи, у нас была сбава с Калакрасной, с Калакрасной, с Калакрасной и Ординой. Для создания там птической базы. Там будет у нас плагаться птическая база для ремонта и сельского оборудования, которые непосредственно будут привлекаться, и технические базы. Также у нас была встреча с главой администрацией района Лематином. Лематином. Лематином, да. Леоновым. Наталья Миталовичем. По решению вопроса, выделение нам для размещения в управление управленческого штаба НКВ-Восточного Поморка. Было предложено два адреса у нас. Первая адреса у нас была Бога Мулачатка, и второй Советское Сто. Но это тоже вот сейчас надо, как бы нам это будет, и вот это тоже определиться, что мы все-таки в округе будем играть. Проискать, что это вообще-то, да? Да. 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 Напоминаю регламент. Гайка у меня в руках. После встречи мы заучились очень хорошей тревожной стороной поддержки. Так что он в администрации нас услышит. Ну, а по-другому задавать вопрос ответим на любые. Ну, давай, говори первым. Если у нас казачка, Лена, дочь Старева, собирается в 2020 году собирается совершить переход от Апольского моря это приведено на конец. Замок финансовой поддержки. Лена, ставим? Да, я это услышал. Проведем был некоторые ряд звонков. Сразу могут сказать. Был звонок у меня в диагностике. Я долго разговаривал по этому мосту. От вас нужен плод. Просто нужен план вашего перехода. Машу. Машу движения. Во-вторых, мне от вас нужен что вам необходимо для перехода. То есть имущество. Сметом. Местное. Своё имущество, которое мне соответственно вам должна быть. И там, после этого вашего плана мы там встречусь и уже конкретно будем решать вопрос. Ну, придётся сюда приехать в политресутаж. Там будет это там однозначно. Они по-любому. То есть, блок для фиксажа. В такие моменты, по-любому. Без них не так. Да. И надо будет решить вопрос по финансированию. Вопрос по финансированию я бы сказал, что якобы через НКО, через наши СКНКО. Но! Возникает ещё один вопрос. Они как бы и да, и не сказали. Но мы посидели, посоветовали, и так же подумали. Ну, и они тоже это как бы разлучили, что вам придётся открыть свой личный счёт. Ну, на который будет. Да, и этот личный счёт мне тоже надо будет в этот план писать, чтобы мне можно было его, чтобы на ваши счета уже начались хотя бы какие-то деньги покупать. Ну, подготовительные. И надо писать, нет, к тому же ещё подготовку. Сколько она займёт? Не было два, это да. Ну, что Денис не сказал, это да, и на этот вопрос будет. А ещё! Всё, в другомку загонять. И ещё, короче, надо писать, какой рост, какая порода лошадей будет привлекаться? И вопрос ещё один так же возьмите. Какой рост лошадей будет привлекаться? Это раз. И на это количество. Ну сколько порода лошади будет? Нет, 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 я понял, отсюда выжигается два человека, и у каждого два лошади. Управил кушать? Нет, вот, у вас вопрос короче, возник в том что вам придет или 3 до скорее всего по-любому ну или какой-то так у вас получать на большинство проводили то есть на столе как не от точки от этого мы созваниваемся как только кроме это решается заходить на все там уже там уже на этой точке там вот именно этот план мне и нужно сколько у вас и там уже позвонка и у вас там делали дальше будут встречать те люди чтобы не просто вот заехали да вот мы приехали по известке стоит гаисник обувь а уже заслуживает а вот переход организован ну понятно да переход а тем чего и как так что вот эти вопросы мы попараемся вам помочь но план обязательно обязательно потому что без него я не могу дать у нас когда ничего не получится по поводу данного вопроса касаемо перехода клонов буквально днями сказать что обращались и данный вопрос будет озвучен до 10 декабря будет войсковой круг мы не обещаем постарается оказать артическую поддержку материальную и позже и так далее поскольку территории российской федерации один из казачьих войск маршрут для чего еще необходим для того чтобы поскольку вот эти казачьи они по всей территории россии тогда это маршрут он утверждает и допустим они выдвинулись все мы отметили позвонили группа вышла там их уже встречается это и своего и для них безопасность и фиксация самого продвижения а по маршруту это 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 длине и спокойствие для нас и момента прибытия в конечную точку там уже это дело все официально так получается мы были в табаровске в прошлом году в табаровске занимается лопуков в конечную точку он говорит поступало предложение непосредственно зона чтобы они вот совершили конный переход он думал что они конный переход совершат на конях они короче на коневозках перевозят из города в городе по городу прошли на конях и передача на коневозке лезут примерно такой ситуации у тебя как раз преимущество пусть от того что даже не просто положите обозначил карета потом за пределы за тела просто выехал а машина сделать комфортно по факту повторяйте перешли переход казака пешку по факту получать так и есть овощи да вы говорили вот общежития два варианта гоголя 100 советская 100 угол бывшая давайте тогда возьмем в общежитии советское 100 ну вы за это все готовы будем готовы ставим вопрос да советское 100 берем но я сразу господа я сразу хочу сказать что это конечно вопрос вы помните что мы создание можем взять но мы надо исходить с того что нам придется за него но мы постараемся если у нас все получится то да мы тогда только организуемся только вот в этом году мы закончим постараемся хорошенько еще плотно поработать на день мы раз вы изделили это желание еще хоть и поработаем в этом охоте но по советской истории да то если это что у нас получится дай бог с божьей помощи дай бог тогда будет у нас конечно вторую первый вариант который второй вариант когда у нас будет что-то 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 есть у меня просто стекло сразу можно как бы небольшой как бы договор по времени давайте минут минут пять меня определили я как бы немножко издалека зайду чуть-чуть чтобы понятно было о чем вообще разговор многие наверное знают что есть так называемое движение живых людей вот я не фанат я как бы все чтобы все исходило из законных составляющих и так как вы сейчас сказали да по поводу что в общем то любое дание его надо содержать это огромный по сути это огромные деньги я немножечко издалека просто вот это там и пойду как бы прочитаю чтобы все были в курсе вот небольшую реперспективу и потом выйдут на нашу тему 25 декабря 1991 года считается днем образования Российской Федерации России в этот день Борис Николаевич Ельцин подписал закон РФПЦР номер 20-94-1 об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и все это пригласили как бы да но закон который с законом находится номер 20-94-1 от 25-12-1991 года подписан с нарушениями первое нарушение постановление Верховного Совета РСФЦР о переименовании РСФЦР в РФП на которое ссылается закон 20-94-1 отсутствует согласно Конституции РСФЦР от 1978 года решения без решения Верховного Совета РСФЦР незаконны это первое второе закон подписан не должности 25-12-1991 года Борис Ельцин был президентом РСФЦР но не президентом РФП подписывает закон в должности президента РФП он не имел права это должностной подлог поэтому поздравляю вас всех и нас на основании выше изложенного закон 20-94 ничтожен это единственный нормативный ад который как бы регулирует то что вот мы игроками СССР и создали вот такую некую листическую мы сейчас по коммуналке и по кашевому вопрос решать если ты поэтому есть сейчас вот то есть никакого переименования не было и нет но до сих пор в РСФЦР являются гражданами СССР вот такая у нас получается ситуация можно из этого копать документы разнообразные акты и люди стали соображать головой включать мозги что происходит значит согласно коммуналке как бы один из пунктов этого соображения всего да согласно коммуналке существует основание правительства 97 как бы до этого их было там другие были постановления правительства данные постановления они принимают на несколько лет бюджет по межбюджетных транспортах эти транспорты распределяются по администрации и именно служат для того чтобы именно покрывать расходы содержания на коммуналку то есть вся коммуналка вас всех поздравляет бесплатно бесплатно вода бесплатно электричество бесплатно вот эти вот квадратные метры то есть это все мое получается но за это я должен почему-то платить но это же мое это моя часть тренции я молчу про 29 миллионов ежегодных которые мы должны получать продажи наших природных ресурсов вот я об этом молчу пока дайте так и поэтому если мы вот эту тему сейчас допустим возьмем на контроль создадим комиссию которая определит законность нормативность всей этой документации мы вполне можем значит претендовать на то что те кто с нами они будут освобождены от поборов налоги незаконны если налоги отменены в 2005 году от налогов от поборов от вот этих вот непонятных отчислений пенсионный фонд которого собственно не существует это оно главное в достаточно момент от коммуналки то есть люди будут свободно вздохнут а мы получим здание которое собственно уже оплачено то есть вот это каждый месяц вот как бы вот я предлагаю мысль мысль комиссия чего комиссия значит по осуществлению проверки значит на законность всех вот этих вот требований то что коммуналка бесплатно налогов нет пенсионных отчислений нет ничего то есть мы собственно свободны от всяких поборов и вот это что нужно проверить посмотрите тогда получается у нас мы берем любое здание и за него ничего не платим собственно за него уже оплачено покажу у нас есть еще что хорошо я вышел отлично за 10 да вот это я вы сейчас сказали я полностью обо всем этом курсе для меня это не может но я понимаю что мы можем сейчас это все делать взятие собраться и судиться не подойдите подавить это 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 судебный как мы давайте делаем уже полу и чуть-чуть прохитвее мы сделаем так как власти но постараемся на основании этого закона выбираем попробовать если у нас все получится а дай бог и еще раз что у нас все получится воевать нам сейчас не надо мы только организовать сейчас сразу двойнюку а этот будет я вкуса это не воевать это не воевать это все законно наши требования я допустим я гражданин СССР вы все это не писал заявление о выходе СССР кто-нибудь писал заявление о том чтобы его приняли в РФ это виртуальная государство с тех права виртуальные которые зарегистрированы в Великобритании то есть это все законно не на них тихтяшки то есть мы стали и сказали это наше все никто нам не имеет права отказать но вот есть кому еще что то значит смотрите по вот этому вопросу да что поставили на вот этой теме да она давно уже это все волна пошла давно это к нам она пришла сюда вот да там уже все люди прокатилась в плане чего он самое главное он правильно говорит там не нужно идти в суд потому что там есть два нюанса когда занимаются все законы они опубликовываются в трех газетах в трех как минимум а получается вот этот закон который они принимали когда переход шел в СССР на РФ он был опубликован все в одной газете все то есть да и он считается недействительным то есть есть процедура регламента но сейчас мы организовали и понятно мы можем можем в будущем этот вопрос поставить на повестку дня то что да мы это дети СССР мы с ними и остались ими просто нас пытаются какие-то рамки вводить соответственно от нас все отжимать и при этом ущемить во всем да это волна катится уже давно этот вопрос поднимает то есть это университет но сейчас мы решаем на сущные проблемы на крови и рогаться и конфликтовать с властями батюшка я думаю на данном этапе просто есть еще я считаю вообще русская православная церковь она не занимала никакой некуда позициями партии она всегда с народом коль случилось так исторически у нас уже в данный момент мы живем такое время которое все равно нужно созидать в любых условиях был это за было царь лампе сейчас был и ссср сейчас российская федерация но и народ остается тот же живем просто в рамках этих власти мужчине делают свои законы конечно устраивать какие-то рамки но с этим надо жить все равно мы продолжаем жить если мы начнем вот так вот конфликтовать то это сразу на корне открубится то что вы запланировали если даже все равно как вы говорите власть имущие правительство идет на встречу дает какие-то темно это очень создается некоммерческие выигрываются гранты помощь финансово найдет а то что если предлагает это будет ну только для вот это я погладил если не проголосовать создание рома голоса тебе никто не давал что ты встал есть кому еще вопросы кашевому какие-нибудь еще есть нету закрытый вопрос переходим к следующему вопрос доведение приказов атомана до личного состава бать-катаман давай доводи приказы окончательно окончательно фиксации формирование управления необходимо озвучить данные приказы о назначении членов искусства помостка на дождь и управления согласно спецслужбому подтвердению соответствует под судами 6-7 протокола номер один а 7 февраля 2018 года в общем собрании полосковской помощи приказы назначить на должность первый заместитель товарища команда долгополов Дмитрий Валерьевич далее начальник штаба рефремов Дмитрий Валерьевич начальник гражданского управления Олег Валерьевский Васильев Николаевич прошу и кирпича начальник военного управления меня Геннадий Вячеслав Ритмич прошу и атаман Флотриков Максим Николаевич помощник атамана советник по экономической политике Фадеева Наталья Глебанкинула прошу и держал помощник атамана советник по гражданской области и всеизлучайной ситуации геннадий Александр Александрович он у нас с тобой людей на рыбалке, да, Саша? И ассистемный администратор Коболков Дайгорий Георгиевич. Правильно? Да. Приказ довести до них на среднем учебного центра, конечно, точно, пожалуйста. Далее. В связи с тем, что у нас не колхоз, сырного рыба, как говорится, апеллиаловая иерархия тоже присутствует. В связи с этим, приказ на внутрь. Опреставление казачьих чинов на основном действии управления СКОЛОВ СТОЧНОПОЛОСКО. Соответственно, с указом Президента Системпликации 9 февраля 2010 года, номер 169, с также положением о порядке представления чинов членов казачьего общества, с председанным указом Президента 24 апреля 1998 года, номером 447, приказом, ниже поименованным членом правления НКО Восточного Восточного Поморства Президент Следующие чины право внушения формы, одежды и оружия условного образца. Звание Казачи Чин Сотник Долгополов Дмитриевич Казачи Чин Харлудин Квадриков Максим Литович Григорий Васильевич Кавлич Николай Николай Далее Казачи Чин Квадриков Квадриков Дмитрий Юрьевич Казачи Чин старший вагнется лицов сергей приказы адреса до личного состава далее у меня имеется поручение нашего почетного атамана о награждении у нас уже дети такие люди о которых наша верховная власть город хабаровск создание амурска козачьего войска приказы наградить память на крестом 160 лет амурска козачьего войска общая информация наша на шестого она является по незримому если представители могут показать и войска со всеми вытекающими полномочиями и правами сейчас у нас последние по регламенту если есть у кого-то что-то сказать вынести вопрос какой-то пожалуйста да у нас еще один вопрос мы должны проголосовать есть предложение утвердить герб нашего НКО да давай Денис давай конечно все видели Денис представит нам этот герб а мы должны решить здесь герб в городе Николаевске на мой непосредственно мы ничего уплажнять не стали обратились в геральники перебрали многие казачьи гербы и взяли за основу герб защитников Албазина защитники Албазина имели такой герб у них был орел в одной руке был лук в другой руке в другой лапе стрелы под гербом девиз за единого един зная что на гербу города Николаевска стали изображать белоплечего орлана мы взяли этого белоплечего орлана и разместили таким же образом как был размещен герб ну сделан вверх защитников Албазина попросы говорят самых первых амурских казаков по сути говорят и девиз предлагается тот же самый за единого еде единственное что на этого орла мы поставили николаевский щит поднимать вообще я так понимаю говорила о православии о вере 2 и 2 смысл в это складывается как у мушкетеров один за всех и все за одного я понимаю то есть я в дополнение давайте все таки единое единое чтобы как бы понимание было либо крест православный можно на щите да на щите константин император константин как раз к войскам ну мы знаем что щит ему перед судьбой то есть он написал что нанес на щите крест и обернул победу ну тогда можно знаете как делать на щите города Николаевска изображена лопата и кирки вот там наверное хорошо с ним да вот получается короче лопатой кирки многие казаки стали как-то когда а еще тут трубы церковские изображены и многие казаки стали такой ступик типа а причем здесь лопаты и кирки были казаки что-то непонятно такое если действительно батюшка предлагает внести православный крест я не против почему я не заменим скверку православный крест да 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 тогда я передаю администратору парню кто работает с компьютером чтоб он все это до ума довел да красиво вот все это там будем голосовать будем голосовать да с изменениями да да что вместо кирки лопата мы ставим крест да кто за герб с изменениями вместо кирки лопаты ставим крест поднимаем руки все это да любо голосование принято ну что тогда прошу всех встать на молитву последняя стадия наша мы будем круг заканчивать Бог Родица Дева радуйся Благодатная моя Господь с тобою Благосновен ты в женах неблагосновен плод чрева Твоего як от паса родила еси душ наших слава Твои Сын и Святому Духу ныне притяну в веки веков аминь Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй благослови с нами Бог своей благодати и человеколюбия всегда ныне притяну в веки веков аминь с Богом круг объявляя закрытым шкаф выбирает ната обий Rép притяна не Продолжение следует...